Фото недели не меньше. В чем же секрет этого фото в его простоте? Человек на снимке на ровном месте, что называется, стал обсуждаемой личностью. Казалось бы, едет себе на самокате и все тут, но этот самокатчик оказался самым быстрым в стране. Зафиксировано документально. На данном участке дороги разрешенная скорость составляла 60 км в час, поэтому он и был зафиксирован датчиком контроля скорости. Такие случаи нечастые в нашей практике, имели место там различные фиксации различных транспортных средств, но самокат был зафиксирован впервые. Нарушение, то есть превышение налицо. Маленькие колесики разогнали самокат до нестыдных 75 км в час. Движется он в общем потоке, да и у водителя на голове обычная шапка, которая и от ветра-то не особо спасает. Какая тут безопасность? Андрей выполняет сложные трюки на мотоциклах, но даже профи избегают покатушек в городе. Автомобилисты мотоцикл не видят, на котором есть осветительные приборы. Он немножко больше по размерам. Ближний свет фар на всех мотоциклах загорается автоматически при запуске, и многие автомобилисты его не замечают. И часто встречаемое ДТП – это левый поворот. Совстречный чисто из-за того, что не видит. А тот же самокат, он едет очень быстро и практически вообще не заметит. Если нарушение есть, выходит, самокатчиком будет разбираться милиция. Мы отыскали того самого призрачного гонщика, попавшего в объектив камеры фотофиксации. Я 10 лет работал на автобусе международником, водителем. Сам работа механика понимает, на чем я езжу. То есть я бы не разгонял корча какой-нибудь, допустим, да, скорости какой-то. Я аж отдаю отчет, я же не лезу в пробки, не лезу в нахолюгу, там, не подрезаю никого никогда. Что же это за самокаты, на которых уже не нужно отталкиваться ногой? Чудо-машина. Два электромотора по 1200 ватт каждый разгоняются до сотни в час за секунд 15. Встать на него без шлема и защитной экипировки все равно, что прыгнуть с самолета, не взяв парашют. Разгоняется он до 100 км в час и выше. Ну, то есть, и тут объективно, то есть, гонять на такой скорости, ну, я не рекомендую, как бы, этот. Есть тут, ну, как бы, свои же, там, грубо говоря, настройки, что он едет и 30 км в час и больше не позволяет. На этом аппарате, в принципе, и было зафиксировано нарушение 75 км в час при положенных 60. Сейчас мы проверим, на что этот аппарат способен. Действительно ли он может разогнаться до такой скорости. И сравним мы его с байком и с автомобилем. В принципе, он стартует быстрее, чем автомобиль, но чуть медленнее, чем мотоцикл. Но это не игрушка. Разогнать самокап получилось до 80 км в час, но будь на этой площадке попросторнее, выжить можно было бы и все 100. Есть аппараты и поспокойнее. Моноколесо, к примеру, едет в три раза медленнее, зато ощущения не сравнятся ни с чем. Вы испытываете такую некую эйфорию, как будто бы вы находитесь в таком полете, в парении, что ли, над землей. Самые, наверное, такие еще плавительные эмоции – это на поворотах, когда вы поворачиваете, прямо бабочки в голове такие. Влад купил самокат в первую очередь не из-за ощущения. Вещь практичная. Мне приятнее на самокате ездить, чем даже на ту же работу ехать с конца города в конец города в час пик, это час. На этом 20 минут. К тому же выдерживает 200 килограммов веса на таком хоть в лес за грибами, хоть в магазин за цементом, только вот не по дорогам общего пользования. Я случайно ехал по дороге общего пользования. Я искренне раскаиваюсь. Обещаю всем органам РОВД, МВД не повторять с отдельного. Я не против, если бы законодательство РБ внесло поправку, чтобы можно было ездить по дороге. Потом, ради бога, прошел отбор в ГАИ или где, и все, поехал. И там, где ездят велосипеды, иногда опасно. Решил выходом на дорогу. А тогда уже вечером домой возвращался. Сглупил. Такие поправки в законе вскоре могут появиться. И тогда станет понятно, как новые технологии поедут по новым правилам. В законодательстве четко пропишут, что из этих средств будет являться средством персональной мобильности. И это будет пешеход, который будет ими пользоваться, человек. И что будет являться уже транспортным средством, где, например, скорость будет больше 25 км в час. Какие-то другие характеристики будут указываться. В этом случае этому человеку, который пользуется этим средством, необходимо будет иметь водительское удостоверение, страховку, проходить техосмотр. И проблема далеко не белорусская. Вот и полиция Финляндии на днях впервые выписала штраф за опасную езду на самокате. Четверым лихачам придется заплатить по 40 евро. По нынешнему белорусскому закону Влада ждет штраф совсем не за превышение скорости. Накажут его как пешехода, который появился на проезжей части в неположенном месте. И, разумеется, напомнят о велодорожках и тротуарах. Андрей Александров, Александр Автухов. Наши новости. Субботний выпуск.